Друзья, приветствую! С вами снова Буровой Ликбез и я Антоний Пихин. Сегодня мы с вами продолжаем наш цикл видеороликов, посвященных проектированию конструкции скваджины. И уделим свое внимание такому аспекту, как глубина спуска обсадных колонн. Глубина спуска обсадных колонн, она точно так же проектируется. То есть мы с вами говорили о том, как запроектировать типоразмер обсадных колонн, как определить интервалы цементирования. А интервал цементирования, он же зависит на, завязан на глубину спуска, это вполне логично. И в сегодняшнем видео мы с вами разберем, какие подходы к этому существуют. Точно так же будем анализировать подряд все обсадные колонны, которые вы можете встретить в себе и правильно. Начнем с термокейса. То есть, как мы знаем из определения, термокейс необходим для того, чтобы перекрывать интервалы многолетних мерзлых горных порог. Соответственно, мы где эту информацию можем взять? От заказчика, то есть он нам выдает при проектировании информацию, геологическую характеристику месторождения. То есть там есть литология, стратеграфия и в частности осложнения по разрезу. Вот именно многолетние мерзлые горные породы являются особенностью разреза, являются осложнениями. Следовательно, мы смотрим, до какой глубины у нас присутствуют многолетние мерзлые горные породы. Могу с точностью сказать, что для разных регионов они могут быть различны. То есть в каких-то регионах многолетних мерзлых пород вообще нет. В каких-то они имеют мощность, вот этот интервал 5-10 метров. А в некоторых регионах они вечной мерзлоте, они могут достигать и сотен метров даже. Следовательно, на какую глубину спускать термокейс в каждом из этих случаев? По логике, то есть как мы подходим в принципе к спуску обсадных колонн, мы должны всегда перекрывать заданный интервал с запасом. То есть садить башмак обсадной колонны в плотные горные породы, перекрыв какой-то интервал. То есть подразумеваем, что берем интервал многолетних мерзлых пород, перекрываем его сплошняком термокейсом и садим башмак в устойчивые горные породы. Вроде бы логично. Но, обращаю внимание, то что в открытых источниках фигурирует такая информация, что термокейс идет обычно следующих типоразмеров 24, 36, 48 и 60 метров. То есть я не находил более протяженных термокейсов. Следовательно, максимальный интервал, который мы можем перекрыть термокейсом, это 60 метров. Если верить открытым источникам, опять же. Как в этом случае быть? Ну, это вполне себе очевидно. То, что задача термокейса, это по большей части защитить и укрепить самый верхний интервал горных пород. То есть многолетний мерзлых. То есть именно тот интервал, где у нас находится буровая установка, приустевой интервал. То есть чтобы не происходило его растепление, и там горные породы не потеряли устойчивость. А вместе с этим и буровая, чтобы не потеряла устойчивость. То есть здесь основная идея именно в этом. Поэтому в зависимости от мощности и от сложности вот этих многолетних мерзлых горных пород, в некоторых случаях, может быть, даже не потребуется спускать термокейс. В зависимости от конкретных характеристик, с которыми мы столкнемся на нашем месторождении, мы выбираем глубину спуска термокейса. Но обычно эти рекомендации идут уже по опыту пробуренных на данном месторождении скважин. Итак, продолжаем. Направление. Направление это обсадная колонна, от которой сейчас иногда стараются отказываться. То есть по факту первично задача направления была придать вертикальность верхней части ствола скважины. Ну отсюда и название направлению. Потом уже, так скажем, от этого аспекта отошли. И основной задачей направления стало перекрыть четвертичные отложения, которые это верхний наносной слой почвы, и защитить их от размывания бровым раствором. То есть когда мы начинаем бурить скважину, у нас образуется забурная яма, забурочная яма. То есть по-разному в терминологии фигурирует. И если интенсивно там будет происходить оттуда откачка брового раствора, то есть там циркуляция брового раствора, выходящая из скважины, образуется, если это все будет происходить достаточно интенсивно, а породы склонны к, так скажем, размыву, то у вас устье будет размываться, размываться, и может привести к потере устойчивости бровой установки. Вот дабы этого не происходило, сооружается направление. Направление, оно определяет, глубина спуска направления определяется точно так же стратеграфически, литологическая характеристика разреза. То есть в частности в стратеграфии вы в первой же графе можете увидеть значок Q, то есть это значит четвертичное отложение, и для вас это будет по факту и граница спуска направления. То есть величина четвертичных отложений, по крайней мере в тех проектах, с которыми я встречался, она варьируется от 10 до 50 метров, то есть бывает по-разному. Но само по себе направление спускается на различные глубины, и в частности эти цифры могут фигурировать от 5 до 300 метров. Здесь чем определяется вот эта глубина? Эта глубина, глубина спуска определяется с одной стороны, глубиной залегания четвертичных пород, а с другой стороны опять же опытом бурения и рекомендациями заказчика. То есть заказчик тут тоже имеет, его слово имеет здесь определенный вес. Но не зря я сказал об этом чуть ранее, то что сейчас от направления стараются отказываться. Но это тем, чем обусловлено. Во-первых, стремятся снизить временные затраты на сооружение скважины, то есть мы сразу исключаем спуск одной обсадной колонны, ее цементирование, ожидание затвердевания цемента и так далее. Особенно если, допустим, направление мы спускаем на глубину метров 150-200. То есть это уже хороший выигрыш по времени. И второй аспект в том, что кондуктор сейчас уже достаточно быстро бурит. То есть его настолько быстро бурит, настолько быстро спускает, цементирует, что устья не успевает размываться. Но это благодаря развитию технологии в нестегазовой отрасли. То есть вот эти аспекты, они и говорят за то, что все чаще и чаще стараются от направления отказываться. Но это не является догмой. То есть на многих месторождениях в конструкции скважное направление точно так же фигурирует. О том, какие еще технические решения могут быть альтернативны непосредственно к направлению, то есть как оно может исполняться, в каком виде, вот именно как альтернатива бурению, я об этом говорю в своем видеоролике конкретно про обсадную колонну направления. То есть там можете увидеть и ознакомиться. Продолжаем. Кондуктор. Кондуктор это одна из самых муторных колонн с точки зрения ее проектирования. Потому что если оценивать весь, так скажем, объем проектирования глубин спуска обстановных колонн, то именно с кондуктора нам придется возиться больше всего. Итак, давайте рассмотрим, какие аспекты на него влияют. Вспомним для начала, для чего нужен кондуктор. Кондуктор нужен для перекрытия рыхлых, неустойчивых горных пород. Ну и если брать именно разрез с Сибири, западной, восточной, там того же Хантамансийского автономного округа, то это глины, пески, оливролиты и прочие-прочие-прочие горные породы, которые могут потерять устойчивость. Либо под действием собственного веса, когда мы соорудили скважину, они будут вываливаться в ствол скважины, либо под действием фильтра добрового раствора. То есть они будут разупрочняться и точно так же обрушаться в ствол скважины. Далее, кондуктор нужен для того, чтобы перекрыть водоносные горизонты. Здесь зачастую возникает много вопросов. То есть кто-то говорит, а если водоносные горизонты идут от поверхности условно до 2-3 километров? Такое тоже бывает. И что, нам кондуктор спускать до 2 километров? Безусловно, нет. Мы подразумеваем в данном случае это перекрытие водоносных горизонтов в верхней части разреза. В частности, особенно для нас важно перекрыть водоносные горизонты, относящиеся к питьевому водоснабжению. То есть для того, чтобы заизолировать их, чтобы не было взаимного перетока, чтобы вот эти водоносные горизонты никак не взаимодействовали с буровым раствором, не меняли его свойства с одной стороны. И с другой стороны, чтобы мы не воздействовали на водоносные горизонты, то есть не загрязняли их нашим же буровым раствором. Но это уже в зависимости от соотношения давления скважины. И третье назначение кондуктора, это установка всего оборудования. То есть в рамках этого мы подразумеваем на первом этапе установку колонны головки, а на колонну головку мы монтируем с вами противовыбросовое оборудование. Если, допустим, последовательно разбирать каждый из этих аспектов, мы везде можем определить минимальную глубину спуска кондуктора. То есть когда мы говорим про неустойчивую горную породу, мы для себя отмечаем то, что минимальная глубина спуска берется на основе характеристики, стратеграфии нашего разреза, а также мы смотрим по осложнениям по разрезу. Осложнения по разрезу. В том числе, я не говорю то, что мы только смотрим именно на неустойчивость стенок скважины. Безусловно, мы подразумеваем, что кондуктор в принципе будет отсекать все интервалы геологических осложнений в верхней части разреза. То есть, посмотрев на геологическую характеристику нашего месторождения, мы можем для себя сформулировать X1, то есть минимальная глубина спуска кондуктора, на которую хотели бы мы его установить спортом. Далее, водоносные горизонты. Ну, здесь идея это перекрыть верхние водоносные горизонты, которые находятся у нас в разрезе. Ну, здесь сложно сказать, какие горизонты считать верхними. Мы условно принимаем то, что это до 1000 метров. То есть, мы минимум хотим все водоносные горизонты до 1000 метров перекрыть. Ну, получим какую-то цифру X2. В зависимости от глубины залегания горизонтов. Эта информация может находиться именно, опять же, в геологической части проекта, либо в техническом задании на проект. А вот третий аспект, это установка костевого оборудования, в частности, противовыбросового. Как она может повлиять на глубину спуска кондуктора? Сейчас я объясню. Смотрите, допустим, мы пробурили кондуктор с вами, зацементировали его, он черным цветом обозначен, потом продолжаем бурение под эксплуатационную колону. Вдруг возникает такая ситуация, что добурились до какого-то напорного пласта, и он у нас начинает проявлять. То есть, начинается ГНВП. Мы понимаем, что ГНВП началось, зафиксировали этот момент, перекрываем скважину, то есть герметизируем, закрываем противовыбросовое оборудование, и приступаем к ликвидации ГНВП. Под ликвидацией ГНВП мы подразумеваем процесс вымола флюида, вышедшего из стола скважины, и глушения скважины. Это происходит под избыточным давлением, то есть скважина находится под давлением, она герметизирована. И наша задача, чтобы в процессе глушения скважины открытая часть ствола не получила гидроразрыва за счет давления, то есть чтобы буровой раствор, жидкость глушения не разорвал, как жидкость глушения имею ввиду, не разорвал сплошность горных пород, и не начал поглощаться пластами. Потому что если он где-то начнет вот здесь поглощаться, к чему это приведет? К тому, что давление скважины снизится, давление на проявляющий пласт тоже снизится, и это приведет к повторному выходу газовой шапки, либо стимулированию выхода нефти из пласта. То есть нельзя допускать вот этого, так скажем, цикла, чтобы где-то шло поглощение, а чуть ниже проявление. Следовательно, мы должны произвести установку кондуктора таким образом, чтобы башмак, то есть нижняя часть его, находилась на такой глубине, чтобы в случае газа нефтеводопроявления и в случае ликвидации этого газа нефтеводопроявления у нас под башмаком кондуктора не произошел разрыв сплошности горных пород, и не произошел гидроразрыв, чтобы туда не начал поглощаться буровой раствор. Вот основная задача определения глубины спуска кондуктора с точки зрения установки противовыбросового оборудования на нем. То есть мы каким-то образом, то есть по какой-то методике, про которую мы тоже сегодня поговорим, мы рассчитываем вот эту величину Х3, то есть минимальная глубина спуска кондуктора, чтобы мы могли спокойно ликвидировать газа нефтеводопроявления из какого-либо напорного пласта. Обычно выбирается самый мощный пласт, который мы будем пересекать, нефтяной либо газовый. Но в основном рассматриваются именно газовые пласты, если они идут в перемешку с нефтяными в разрезе, потому что газовые пласты с точки зрения ГНВП более опасны. Итак, вот у нас получается три аспекта Х1, Х2 и Х3. Как среди них выбрать итоговую глубину спуска кондуктора? Мы их выстраиваем в ряд и определяем наибольшее значение. То есть выбираем наибольшее из этих трех чисел. И после этого мы еще приблизительно добавляем 30-50 метров, это по-разному бывает, зависит от конкретных условий бурения. Мы добавляем глубину кондуктора с формулировкой. С целью посадки башмака кондуктора в плотные устойчивые горные породы. Обычно фигурирует какая-то свита. Например, на некоторых месторождениях Томской области это покурская света, в нее садят башмак кондуктора. Хотя это не догма, это опять же зависит от опыта бурения и от горно-геологических условий именно данной конкретной площади. Вот, собственно, как определяется глубина спуска кондуктора. И она может варьироваться от 300 метров до 1,5 километров. Это все зависит именно, повторюсь, от условий бурения, в которых мы с вами работаем. Но, если до настоящего момента, когда вы говорили про термокейсин направления, нам не приходилось не производить каких-то расчетов, то здесь я про эти расчеты упомянул. И сейчас мы с вами обсудим, ага, а как определить глубину этого спуска кондуктора? Какова формула для этого расчета? И как правильно рассчитать ее, чтобы не допустить ошибки? Поэтому приступаем. Сейчас мы будем приступать к разбору вот этих формул. Я, если честно, терпеть не могу формулы, особенно те, которые выведены, ну, условно, на основе каких-то закономерностей, которые не общепризнанные, то есть которые нужно условно знать. Грубо говоря, будем так выражаться. То есть я порыскал по различным источникам информацию, в основном брал отечественные, где фигурировало понятие расчета глубины спуска кондуктора. И нашел три формулы, которые официально признаны, и которые применяются в тех или иных методиках. Три формулы для расчета глубины спуска кондуктора. И наша задача сегодня с вами рассчитать для конкретных исходных данных, я о них еще чуть позже скажу, а какова будет глубина спуска кондуктора по каждой из формул. И разобраться, в действительности ли эти формулы идут от одного какого-то общего исходного значения, либо там используется, ну, возможно, какой-то отраслевой опыт и прочее. То есть, возможно, какие-то по-разному сформулированные законы. Потому что, если формула идентична, то есть формула вытекает друг из друга, логично, что значения будут одинаковыми в расчете. Если же формула нам дадут различные результаты, значит и сама суть методики, которая заложена в расчет, немного иная. Итак, прежде чем что-то считать, я обращу ваше внимание на два аспекта. Первый аспект. Когда мы что-то считаем, нужно сначала собрать данные для расчета. А нужно разобраться, что обозначает что в формуле. Это раз. И второй аспект, я про него еще не расскажу, это единицы измерения. Нужно всегда разбираться и смотреть, а в каких единицах измерения мы должны ту или иную величину подставлять наш расчет. Поехали. Давайте разберем все формулы. Итак, начнем с первой формулы. То есть, какие у нас здесь значения фигурируют? ПУ. ПУ это устьевое давление, которое создается при газ-нефтеводопроявлении из скважины. И мы подразумеваем в расчетах то, что у нас вся скважина заполнена уже столбом флюида. Устьевое давление, мы его должны рассчитать. Оно рассчитывается по следующей формуле. Оно рассчитывается, как разница пластового давления, то есть, то давление, которое нам хочет пласт донести на поверхность, минус давление гидростатическое, которое создает столб жидкости, столб флюида на этот самый пласт. То есть, пласт к нам старается подать флюид, но все равно частично его энергия компенсируется столбом гидростати. То есть, посчитать пластовое давление несложно, это используется градиент пластового давления и глубина кромли пласта. Все мы об этом уже не раз говорили, как это считается. То есть, в термоборической характеристике вашего разреза вы выбираете градиент давления, умножаете на глубину, и получаете значение пластового давления в заданной точке. Далее, гидростатика считается как произведение плотности флюида, заполняющего скважину, ускорение свободного падения и глубины кровли пласта продуктивного. Почему я говорю кровлю? Потому что мы, опять же, при расчетах условно предполагаем, то, что ГНВП начинается сразу при скрытии кровли пласта. То есть, это вот наше такое общее мнение. Бывает такой случай, то, что у вас в нефти растворен газ, и мы просто обязаны учесть давление насыщения. Мы должны сравнить устьевое давление с давлением насыщения. Давление насыщения – это давление, при котором газ растворяется в нефти. То есть, как только у нас в скважине будет давление меньше, то есть, на устье скважины меньше этого давления, у нас начнет интенсивно выделяться газ из нефти. Это значение давления насыщения, оно фигурирует в характеристике нефтяносности нашего разреза. Итак, если у нас вдруг устьевое давление меньше давления насыщения, это для нас повод задуматься. Значит, у нас будет активное выделение газа, и нам необходимо, так скажем, расчет немного модифицировать, учесть появление газа в скважине. И в этом случае устьевое давление будет считаться по следующей формуле. Это отношение давления насыщения к следующему числу. Это экспонента 2,72, если я правильно помню, в степени S. S в данном случае это общее число какое-то, которое рассчитывается по следующей формуле. 10-4 умножить на относительную плотность газа по воздуху, она тоже есть в характеристике нефтяностости мерсторождения, умножить на H. H определяется по вот этой следующей формуле, я ее проговаривать не буду, потому что все уже значения здесь упомянуты, они фигурируют, про них мы говорили. Итак, устьевое давление мы посчитали. На что обращу внимание? Если у вас, допустим, 3, 5, 10, 12 пластов в разрезе, то вам необходимо посчитать для них всех максимальное устьевое давление и выбрать из них наибольшее, относительно этого наибольшего значения уже вести все остальные расчеты. В частности, выбор устьевого оборудования, выбор противовыбросового оборудования, выбор глубины спуска конута. Устьевое давление, определили. Дальше, глубина кровли пласта, проявляющего, об этом поговорили. Дальше, градиент давления гидроразрыва. Вот здесь нужно взять для себя такой момент. Мы должны взять давление, градиент давления гидроразрыва не для продуктивного пласта, а теоретически для того интервала, куда планируем спустить кондуктор. То есть мы работаем чуть-чуть на опережение. То есть мы предполагаем, что, например, с 800 до 1200 у нас где-то будет посажен башмак кондуктора. И вот в этом интервале мы, собственно, стараемся выбрать наименьшее значение градиента гидроразрыва. Почему? Давайте логику включать. Чем меньше вот это будет значение, то есть здесь вот эта цифра, тем, собственно, будет меньше знаменатель, и тем, собственно, будет больше значение глубины спуска кондуктора. То есть таким образом, значением градиента давления гидроразрыва мы как бы регулируем глубину спуска кондуктора. То есть вот такую себе помечку. Еще раз обращаю внимание, градиент давления гидроразрыва мы берем условно для той глубины, для того интервала, куда планируем посадить башмак кондуктора. Дальше. Ну, фигурирует глубина кровли. В данном случае глубина кровли именно этого пласта, то есть для которого мы берем значение градиента гидроразрыва. Далее. Следующая часть знаменателя – это у нас, опять же, градиент пластового давления, градиент кровли, проявляющего горизонт, и устьевое давление. То есть всем этим мы уже знакомы. Следующая формула. Там фигурируют у нас следующие значения. Устьевое давление, про него мы уже поговорили, и дельта ПУ. Дельта ПУ – это дополнительное давление на устье при ликвидации ГНВП. То есть мы как бы создаем себе подушку безопасности. То есть мы это вводим в расчет для того, чтобы обезопасить себя от гидроразрыва пласта под башмаком кондуктора, потому что чем больше будет значение числителя, тем, собственно, будет глубже спущен кондуктор. То есть вдруг что-то там произошло, мы зазевались, и у нас давление на устье подросло. И чтобы вот в результате этого скачка давления, которое обычно выбирается от 1 до 1,5 мегапаскаль, чтобы у нас не произошел гидроразрыв. То есть это такой, скажем, запас, так называемый, на ошибку. Поехали дальше. У нас фигурирует также знаменатель, эквивалент давления гидроразрыва. Вот это вот, не люблю этот термин, эквивалент давления. Это, в общем, относительная плотность жидкости, стоп, который создает данное давление. Относительная плотность, относительная плотная жидкость, то есть условная единица, которая создает данное давление. То есть мы берем давление гидроразрыва на определенной глубине, делим на 0,01, то есть это усредняющий коэффициент, доводящий до нужного значения, и делим на глубину залегания этого пласта. То есть пласта, для которого мы взяли давление гидроразрыва. Глубина пласта определяется следующим образом. Если пласт меньше 200 метров по мощности, значит берем расчет для его середины. Если больше 200 метров, значит берем расчет для кровли и подошвы. Вот и все. То есть, по сути, мы производим вот этот какой-то усложненный, определенный расчет для того, чтобы получить эквивалент давления гидроразрыва. Но если подходить к этому с точки зрения логики, ну и по крайней мере у меня ни разу по-другому не получалось, то в принципе всегда эквивалент давления гидроразрыва, он чему равен? Он равен градиенту гидроразрыва пласта. А это, по сути, и есть один и тот же самый термин. Ну да ладно. Итак, мы берем эквивалент давления гидроразрыва, делим на коэффициент безопасности. То есть коэффициент безопасности. Что это за формулировка такая? Это коэффициент безопасности от ГРП. Вот опять же, запас на какую-то ошибку, либо на какую-то нештатную ситуацию. Мы берем его 1,2, 1,5. То есть если внимательно вот так вот просто абстрагируясь от всего, посмотреть на вот это, значение на вот это слагаемое и на вот это, что мы видим? Потому что, по сути, они несут один и тот же смысл. Это характеристика того пласта, куда мы планируем посадить башмак кондуктора. То есть куда мы хотели бы посадить башмак кондуктора. Ну да ладно. Мы еще об этом поговорим. И еще значение у нас фигурирует РООЖ. То есть РООЖ это относительная плотность нефти при ГНВП. Относительная плотность нефти считается как отношение плотности нефти к плотности воды пресной. То есть, ну, грубо говоря, плотность нефти делим на 1000. Все. То есть вот вторую формулу разобрали. И третья формула здесь. А здесь никаких новых значений нет. То есть все мы уже из них проговорили. Еще раз обращаем внимание на какие аспекты. Номер один. Глубина кровли продуктивного пласта берется, потому что условно мы предполагаем то, что у нас проявление начнется при вскрытии кровли. Дальше. Когда фигурирует давление гидроразрыва, мы смотрим не для продуктивного пласта, его осмотрим для условно того пласта, того интервала, куда хотим посадить башмак кондуктора. Ну и в принципе все, да. Ну и вот прочие коэффициенты безопасности и так далее, они рассчитаны именно на какую-то ошибку, либо внештатную ситуацию. То есть какой-то нам запас дает. То есть вся эта информация по факту, то есть ничего в этом сверхсложного нет. Многие повыргают в шок такое количество различных данных. Вся эта информация очень легко находится в горно-геологической характеристике, термобарической характеристике и характеристике нефти-газоводоносности вашего разреза. Итак, наверное, наступило время для того, чтобы произвести расчеты и разобраться, а какая из этих формул все-таки более правильная. Друзья, мы только что с вами разобрали вот эти формулы. Мы обсудили, что значит каждый символ, откуда он берется, как рассчитывается, если есть потребность в расчете, и какой физический смысл он несет. Теперь приступим уже непосредственно к практическим расчетам. Но я бы рекомендовал вам основные значения, такие, допустим, как устьевое давление, произвести, опять же, заранее расчеты. Во-первых, потому что они вам потребуются, в частности для выбора того же устьевого оборудования. И это вас в некоторой степени обезопасит от ошибки, потому что последовательный расчет позволяет внимательно отслеживать единицы измерения и не допускать ошибок. Итак, для того, чтобы рассчитывать вот эти все значения, мы возьмем исходные данные для Дуклинского месторождения. То есть месторождение нефтяное находится в пределах Западной Сибири, имеет один пласт, основной продуктивный, для которого характеристики мы им выписали. Итак, рассчитаемость его давления. По традиционной формуле, то есть по которой мы первично рассчитываем, то есть берем градиент давления, градиент давления нужно брать в мегапаскалях на метр. Если вдруг у вас попадется градиент в единицах мегапаскаль на 10 метров, например, вам для того, чтобы его перевести в градиент давления мегапаскаль на метр, вам достаточно всего лишь просто его разделить на 10. Вот и все. Итак, берем градиент в единицах измерения мегапаскаль на метр, умножаем на глубину кровли продуктивного хвоста. Во второй части формулы берем плотность флюида. Давайте брать именно в килограммах на метрах кубе глубина кровли пласта, 9,81, ускорение свободного падения, умножаем на 10 минус 6. В чем идея? Смотрите, если мы здесь взяли мегапаскаль на 10 метров, значит, итоговое значение у нас здесь будет мегапаскаль. Чтобы привести вот эту формулу именно к мегапаскалям, нам нужно второе слагаемое также рассчитывать мегапаскаль. Если мы подставляем плотность в килограммах на метр кубе, глубину в метрах и ускорение свободного падения, мы получим паскаль. Мы получим огромное число паскалей, и нам необходимо поделить на 10 минус 6, то есть умножить на 10 минус 6, то есть поделить на миллион, чтобы получить мегапаскаль. В итоге получаем некое ускорение давления. То есть в расчеты уж не будем вдаваться. Для наших условий, мы посмотрели 9,3 ускорение давления, давление насыщения 6,9. То есть условие у нас выполняется, у нас ускорение давления не меньше давления насыщения, И мы можем принять в расчетах вот это значение Но дополнительно я привел, то есть предположил чисто, что вдруг у нас вот это условие не сошлось Я привел расчет альтернативный, то есть в том случае, если у нас интенсивно выделяется газ В верхнюю часть ставим давление насыщения 6,9, это по исходным данным у нас 6,9 мегапаскаль И делим на экспоненты в степени S Рассчитаем значение S Так, 10 минус 4, это у нас идет константа Дальше идет относительная плотность газа по воздуху 1,48, она тоже берется из исходных данных И дальше вот в скобочках мы забиваем вот эти все значения Давление насыщения, опять же, заметьте, я беру мегапаскаль, 6,9 Дальше идет слагаемое, которое рассчитывает у нас давление столба жидкости гидростатическое, то есть давление столба флюида Я умножаю все значения, плотность беру килограмм на метр кубический, глубину в метрах умножаю это все совокупным 10 минус 6, то есть сразу перевожу в мегапаскаль Далее, ну пластовое давление я здесь схитрил, то есть я взял левое значение, чтобы у нас получился расчет, поэтому я обозначил его звездочкой Но основная мысль то, что пластовое давление мы тоже берем в мегапаскаль Посчитали вот это все значение, потом умножаем это на 10 шестой, переводим в паскаль Вы можете задаться вопросом, зачем? А теперь давайте вспомним, что значит вот это у нас выражение в скобках, это высота То есть высота столба выделившегося газа, выделившегося газа из нефти И следовательно, чтобы нам получить в метрах, в нормальных единицах измерения, нам нужно делить паскали, не мегапаскали, а паскали На плотность в килограммах на метр кубический и на нормальное ускорение свободного падения Поэтому мы ставим здесь 10 шестой Надеюсь это понятно В итоге, перемножив, посчитав вот эти все значения Здесь, к слову, где-то получается 542 метра по расчетам Перемножив все вот эти значения, S у нас получается 57 тысяч Подставив его в формулу, мы получим то, что Устевое давление по второй формуле получится 6,51 мегапаскали Но еще раз повторюсь, коллеги, этот чисто расчет здесь приведен так условно, для общего понимания Далее Относительная плотность жидкости при ГНВП, то есть относительная плотность нефти по воде при ГНВП Считается простейшим образом делится плотность нефти на плотность воды То есть там главное опять же соблюсти единицы измерения Поделили, получили на 67 И вот одно из, так скажем, заморочистых, один из заморочистых расчетов Эквивалент градиента гидроразрыва Давления гидроразрыва То есть это относительная плотность столба жидкости, которая может создать градиент Ну то есть соответствующее давление, которое позволит разорвать нам пласт Формула достаточно сложная То есть там вот нужно какие-то расчеты мощности высчитывать и так далее Давайте просто подойдем с точки зрения логики Формула представлена следующим образом Давление гидроразрыва Поделить на 0,01 и умножить на глубину пласта Ну глубина пласта там зависит от его мощности То есть мы берем тот пласт, который планируем посадить в башмак кондуктора Но идея в том, что при расчете давления гидроразрыва Мы будем изначально брать градиент гидроразрыва и умножать его И будем умножать его на, по сути, глубину этого же пласта Плюс-минус какие-то там 50 метров сверхзначения в этом расчете не смеют То есть грубо говоря, здесь глубина кровли пласта А здесь будет глубина середины этого пласта То есть обычно разбивка идет по разрезу, не сверх серьезно И поэтому что мы можем сделать? Чисто так с этой логики подойдя Мы можем сократить эту глубину И получим то, что эквивалент давления гидроразрыва пласта Это будет наш градиент в мегапаскалях на метрах Разделенный на 0,01 в данном случае В итоге мы получим 1,79 То есть грубо говоря, это условная такая относительная плотность 1,79 плотность жидкости, если будет То есть 1790 кг на метр кубе Если мы такую жидкость налем, то у нас произойдет гидроразрыв пласта А оно так и будет Потому что градиент именно так и определяется Именно вот этими значениями Поэтому, когда нам говорится о расчете эквивалента давления гидроразрыва Нам не обязательно вот эти все вымерять, так скажем, глубины и так далее Нам просто стоит взять значение градиента гидроразрыва в данном интервале И поделить на 0,01 То есть перевести его в условно единицы плотности жидкости Только и всего Вот по факту все вспомогательные расчеты Которые нам потребуются для итогового расчета глубины спуска кондуктора Так что давайте проверим, какая формула более правильная Друзья, и тут я столкнулся с одной незадачей Давайте попробуем посчитать все, как должно быть Берем первую формулу, подставляем значение 1,05 Затем устьевое давление, рассчитанное нами, глубину кровли на резонт Это у нас вся информация есть Далее В нижней части знаменателя мы берем градиент давления гидроразрыва 0,95 Ну это какой-то коэффициент, да? И как я говорил ранее в видео, и как в справочной литературе, где фигурирует эта формула написано Это глубина кровли пласта гидроразрыва То есть, ну условно того пласта, слабого пласта, куда мы хотим подсадить башмак нашего кондуктора Подставляем Подставляем, ну по моим данным это где-то 950 метров, там Дуклинское месторождение Дальше Во второй части знаменателя, ну там все понятно, да? 1,05 это опять же коэффициент Пластовое давление считается как градиент Пластовое давление умножить на глубину кровли пласта И минус устьевое давление Ну, вроде бы как-то так получилось, да? То есть, мы это все вносим в нашу формулу И опа, не задача У нас знаменательное получается отрицательное число А все благодаря вот этому слагаемому То есть, оно меньше, чем второе В результате, если мы произведем расчет полностью, даже невзирая на отрицательный знак То получим, что кондуктор у нас должен быть больше, чем минус 10 тысяч чем-то там метров Ну, что-то не так Потом уже, когда я рыскал в различных информационных источниках И, условно, в решебниках, да? То есть, когда буровики делятся опытом Они говорят, нет, здесь нужно брать не глубину пласта гидроразрыва А нужно, опять же, брать глубину кровли пласта То есть, проявляющего пласта Ну, окей, я подставил Получилось, да, 971 метр То есть, интересно Интересно, но факт То есть, почему здесь именно эта должна быть глубина? Ладно, поехали дальше Об этом мы попозже поговорим Вторая формула Ну, со второй формулой здесь все проще Это, если мне память не изменяет Я взял справочники от Пермского университета То есть, методических указаний Подставил все данные То есть, здесь я исключительно брал все омега-паскалях Все посчитал Получилось 1614 метров Для этих же условий бурей И если брать третью формулу То есть, ну, здесь практически не фигурирует глубина кровли пласта То есть, мы берем пластовое давление То есть, градиент давления умножаем на глубину кровли пласта Опять же, второе слагаемое используем Также, опять же, там фигурирует глубина кровли пласта И плотность нефти, то есть, флюида Далее, знаменательный у нас градиент Гидроразрыва слабого пласта Плотность нефти И коэффициент 0,01 То есть, все данные у нас есть Все подставил Получилось 819 метров То есть, какие два основных аспекта Я хотел этим подчеркнуть Во-первых, с чем мы столкнулись Данные для этих формул найти несложно Посчитать это несложно Если понимать грани единиц измерения Но в чем загвоздка Во-первых, различные методики приводят к различным результатам А одна из методик Она, собственно, в одних источниках литературы Написано по одному В других по другому О чем это говорит? О том, что верить просто так Ну, давайте поверим в любой формуле Нельзя Необходимо как-то с этим разобраться То есть, в идеале Вообще, самый идеальный вариант Когда специалист, когда инженер Может сам вывести формулу То есть, когда ты выводишь формулу Тогда ты ее запоминаешь Но нас всегда учили Глубина спуска кондуктора Ты главную формулу запомни А она там будет забита в программном обеспечении И все будет круто Но, как вы видите, здесь так не проходит Ладно, если даже забудем эту досадную ошибку Посчитаем то, что я нашел неправильный источник И нужно было именно брать такой расчет Все равно 971, 819, 1614 Три разных цифры Какой из них вывод? И все-таки И все-таки Я не согласен с тем подходом Что нужно вот это просто взять Все, запомнить и поверить этому Давайте мы с вами сейчас попробуем Прямо здесь, прямо на этой доске Вывести формулу глубины спуска кондуктора И посмотрим, что из этого выйдет А теперь Давайте попытаемся самостоятельно Вывести формулу глубины спуска кондуктора Минимальной глубины спуска кондуктора Из условия, чтобы не происходило гидроразрыва горных пород Под его башмаком при ликвидации газа, нефть и водопроявления Итак, наши условия таковы Пробылена скважина В нее спущен инструмент То есть у нас везде открытый ствол Началось ГНВП Условно в этих всех расчетах Всегда в проектировочных считается Что условия ГНВП Это когда у нас весь ствол скважины заполнен флюидом Нефтью, газом Скважина загерметизирована И мы производим ликвидацию ГНВП То есть она находится не в статичном положении То есть есть какая-то динамика при движении жидкости Итак, но мы все равно в основном учитываем Конечно гидростатическую составляющую только Итак Как рассмотреть это условие То есть мы боимся, что у нас наступит гидроразрыв пласта В какой-то открытой его части То есть в какой-то точке Х Это условная глубина спуска кондуктора То есть мы предполагаем, что на какой-то глубине Ниже какого-то На каком-то интервале у нас возникнет гидроразрыв Под воздействием давления, которое создается при газо-нефтьеводопроявлении Как можно записать это условие? Давление гидроразрыва должно стать меньше То есть мы должны превысить его То есть давление гидроразрыва в этой точке должно стать меньше Чем суммарное значение устьевого давления То есть это то избыточное давление, которое мы фиксируем на устье При ликвидации ГНВП Плюс гидростатическая составляющая столба жидкости До вот этой точки Х Почему? Ну потому что у нас же столб жидкости Также давит сверху на эти горные породы То есть он создает дополнительное давление Поэтому мы имеем здесь 20 лаган Если мы будем расписывать эту формулу То давление гидроразрыва мы распишем Как произведение градиента на глубину кондуктора Условную до этой точки Х А с другой стороны устьевое давление Мы считали с вами уже чуть ранее То есть по различным формулам как оно определяется Допустим оно есть И второе слагаемое это плотность флюида Ускорение свободного падения Опять же глубина теоретического спуска кондуктора Выразив из этой формулы Глубину спуска кондуктора Мы вот получим ее Есть другая альтернативная версия Если мы не берем устьевое давление То есть его условно у нас нет Но у нас есть в целом информация О стволе скважины О пластовом давлении и так далее Как в этом случае делается? Давление гидроразрыва должно стать меньше Чем что? Во-первых на стяге скважины будет действовать Пластовое давление поскольку вся скважина заполнена у нас флюидом То есть мы считаем так То есть пластовое давление Оно у нас распространяется на весь основной периметр скважины Минус плотность флюида Флюида умноженное на ускорение свободного падения На высоту всего столба То есть в чем идея? С одной стороны пласт давит у нас То есть он создает энергию То есть которая создает давление Но с другой стороны Часть этой энергии компенсируется высотой столба жидкости То есть у нас допустим Пластовое давление 25 мегапаскаль Но часть от этих на поверхности мы не будем его в полной мере иметь Потому что у нас часть этой энергии будет вседаться столбом самой же жидкости То есть гидростатик Но при этом мы не забываем третье слагаемое как раз таки То что вот на это-то сечение у нас все-таки давит У нас давит суммарная составляющая вот этих давлений То есть по факту есть устьевое Плюс давление столба жидкости в верхней части интервала То есть до точки Х С другими словами Чтобы было понятнее Мы вот устьевое давление фактически расписали То есть если мы не знаем как посчитать устьевое давление То есть либо этой информации нет То мы можем вот так расписать Самым простейшим методом И соответственно опять же расписав все эти формулы То есть расписав давление гидроразрыва и пластовое давление Через градиенты давления и глубины их приложения Мы можем спокойно вывести формулу Но она чуть по-другому будет выглядеть Хотя если заметите знаменательный один и тот же Числители разные Ну то есть по факту мы расписали устьевое давление То есть и так и так можно себе это представить То есть другими словами что мы с вами делаем Мы с вами просто делим ствол скважины А два интервала То есть до точки х после точки х В отношении этого выстраиваем уже неравенство Которое нам необходимо каким-то образом обсудить и обработать И оттуда выделить уже глубину спуска кондуктора Если подставлять наши исходные данные То есть вы можете самостоятельно это проверить То есть подставить то, о чем я чуть ранее говорил И почитать эти формулы То есть в первом и втором случае мы получим конечно одинаковую цифру 824 метра Если мы обратим внимание на те формулы Которые первоначально рассматривали Ну здесь у нас 819 метров То есть наиболее близкое значение Эта формула как мы уже обсудили Она не совсем корректно составлена То есть не совсем понятна Не совсем понятно описана в литературе А вот эта формула Ну она дает значение тоже Слишком завышенного На мой взгляд То есть вот эта формула Она наиболее близка к нашим расчетам Если на нее присмотреться Ну по факту оно то на то и выходит То есть она грубо говоря иллюстрирует эти же самые формулы Я могу быть не прав Безусловно Но на мой взгляд Такая методика подхода К проектированию любых процессов Она наиболее логична Когда вы самостоятельно можете Описать любой процесс Понять его и вывести из него формулу Кроме того на что я обращу внимание Что мы уже произвольно можем Добавлять в эту формулу Какие либо коэффициенты безопасности То есть мы можем грубо говоря К слагаемому там пластового давления Добавить какой-то коэффициент безопасности Который бы учитывал особенность строительства Скважины на данном месторождении Но основная физика процесса По сути заключена вот в этой формуле Я думаю и надеюсь То что это было для вас понятно То есть это описание которое я вам предоставил И считаю то что в принципе Вот эту формулу можно для себя использовать Как основной для расчета И проектирования глубины спуска кондуктора Да Сегодня мы слишком долго возились С этой обсадной колонной Ну да ладно Продолжим наше исследование Продолжаем Мы с вами разобрали термокейс Направление кондуктора И теперь поговорим о технической колонне Техническая колонна Либо как она еще называется промежуточная Она используется в основном Для перекрытия зон несовместимых условий бурения То есть эти зоны определяются По графику совмещенных давлений График совмещенных давлений Об этом мы говорили в одном из видео Он строится на основании данных давления Пластового и данных давления гидроразрыва Мы строим линии В зависимости от глубины И смотрим Отсматриваем зону Так называемых совместимых условий бурения То есть в рамках этой зоны Мы можем подобрать градиент Той жидкости Того бурового раствора Который бы нам позволял Одинаково успешно пробурить скважину Как С точки зрения газо-нефтьеводопроявления Не допускать его Так и с точки зрения Не допущения гидроразрыва То есть мы подразумеваем Условия бурения совместимыми Если на одной плотности жидкости Мы можем пробурить полностью весь интервал Если присмотреться вот к этому графику То мы замечаем, что есть такая зона Где без изменения плотности бурового раствора То есть если мы будем чертить Линию его градиента То есть линию создаваемого им гидростатического давления То есть где без изменения плотности Без изменения величины гидростатики бурового раствора Мы не сможем пробурить какой-то интервал Вот вот эта зона Назовем это зоной несовместимых условий бурения То есть попытаюсь расшифровать Если мы будем бурить скважину И дойдем до вот этой точки Не изменяя плотность бурового раствора То есть допустим вот у нас это Давление гидростатический градиент Давление гидростатики бурового раствора Если мы дойдем до вот этой точки То здесь мы получим проявление То есть начнется ГНВП Если же мы сразу возьмем завышенное значение плотности То мы точно получим гидроразрыв пласта Еще на самом верхнем этапе, на самом верхнем интервале бурения То есть таким образом нам необходимо перекрывать Вот зоны несовместимые по условиям бурения Следовательно глубина спуска технической колонны Глубина спуска башмака колонны Будет перекрывать зону первичных осложнений То есть грубо говоря Если мы будем брать высокую плотность бурового раствора Вот в этой части у нас будет поглощение То есть мы перекроем эту зону технической колонны И дальше уже будем бурить на буровом растворе новой плотности То есть идея в том, чтобы спустить техническую колонну До начала той зоны, где потребуется менять плотность бурового раствора То есть приблизительно из этих соображений Проектируется глубина спуска башмака Ну и естественно мы всегда проговариваем так Чтобы башмак располагался в плотных устойчивых горных породах Ну это априори считается Кроме того, иногда даже в идеальных графиках давлений При идеальных графиках совмещенных давлений Мы можем использовать техническую колонну Это зачастую бывает обусловлено просто интенсивными какими-то осложнениями Например, просто зона крайне интенсивных осыпей, обвалов Поглощение, либо коверное образование И дабы не иметь этого осложнения при бурении уже более глубоких интервалов Чтобы это нам не перерастало в прихват и прочие осложнения более серьезные Мы спускаем техническую колонну Для того, чтобы как бы совершить профилактику осложнения при дальнейшем углублении скважин Если говорить про эксплуатационную колонну То здесь глубина ее спуска определяется обычно То есть мы предполагаем подошву продуктивного пласта Плюс, некоторые это забывают Для вертикальных и наклонно-направленных скважин Нередко проектируется такое понятие как зумф То есть даже нередко, а в принципе необходимо проектировать Для наклонно-направленных и вертикальных скважин зумф Зумф это еще называется стакан-отстойник в простонародье Но если расшифровывать аббревиатуру Это зона успокоения механических примесей пластового флюида То есть по факту в этот зумф в процессе эксплуатации будет ссыпаться Так скажем, песок, который выходит из пласта вместе с нефтью Либо с газом Он будет ссыпаться, оседать И периодически в процессе, допустим, того же капитального ремонта скважин Осуществляется такая работа, как промывка песчаных пробок Образовавшихся в скважине То есть приблизительно, вот если смотреть на эту схему Вот пробурили мы через сквозь пласт скважину Мы пробуриваем еще несколько десятков метров Обычно по литературным данным это 10-20 метров Прописывается на зумф В некоторых справочниках пишется то, что необходимо брать Зумф как 1% от протяженности скважины То есть на 3 километра это 30 метров Ну, приблизительно так Но это опять же все зависит от тех заданий От опыта пырения на данной площади и так далее На что обращу внимание Я не зря упомянул именно вертикальные скважины и наклонно-направленные Для горизонтальной скважины зумф сам по себе не предусмотрен и не подразумевается Потому что идея использования зумфа основана на том, что у нас частички песчаные Они оседают на дно зумфа под действием собственного веса В горизонтальной скважине у нас зумфом является фактически сам ствол горизонтальный То есть если мы сделаем где-то там внизу стаканостойник То все равно туда песок не будет попадать То есть для горизонтальной скважины зумф он не предусмотрен И в этих случаях, если мы вскрываем скважину с горизонтальным окончанием И располагаем в ней эксплуатационную колонну Например, у нас такая конструкция То в этом случае мы зумф не проектируем Хвостовик Хвостовик это колонна потайного типа Которая спускается обычно в продуктивную зону пласта Либо используется для спуска в скважину с целью уменьшения И металлоемкости конструкции То есть обычно это последняя обсадная колонна Хвостовик проектируется То есть нету каких-то там сверхтребований по его проектированию Глубина его спуска проектируется из соображений того, что у нас обусловлено в техническом задании А в техническом задании у нас прописывается протяженность скважины по пласту И прочие характеристики То есть из этих соображений мы и проектируем глубину спуска хвостовика То есть это длина в открытом стволе части хвостовика Плюс высота подвески прописывается всегда То есть хвостовик у нас подвешивается в предыдущей обсадной колонне Обычно в эксплуатационной И вот эта высота подвески она тоже учитывается условно как глубина установки хвостовика Если прописывается от забоя плюс до начала обсадной колонны В которой он подвешен плюс 20-50 метров 20-50 метров это как раз таки высота подвески хвостовика Почему такой разброс? Потому что все зависит от конструктивных особенностей конкретной подвески хвостовиков И еще одна обсадная колонна Ну назовем ее обсадной колонной Профильный перекрыватель Хотя в принципе профильный перекрыватель не учитывается Обычно при описании конструкции спорта Профильный перекрыватель по другому это пластырь Который перекрывает зону каких-либо осложнений Ну зачастую это катастрофические поглощения Зоны интенсивных осыпей обвалов и так далее Собственно особенность установки профильного перекрывателя Заключается в том, что мы его не цементируем То есть он устанавливается развальцеванием в стенке скважины Зачастую с предварительным расширением И идет приблизительно опять же по различным литературным источникам Прописывается, что запас установки профильного перекрывателя Идет на 10-15 метров То есть 10 метров над началом зоны осложнений И метров там 15-10-15 ниже конца этих зоны этих осложнений Ну как у нас показано здесь на рисунке То есть есть зона осложнений И сверху и снизу плюс 10-15 метров мы проектируем Для того, чтобы установить профильный перекрыватель Ну здесь идея в основном в том, что вдруг профильный перекрыватель Будет чуть проседать, чтобы как раз таки не получилось Так, чтобы зона осложнений у нас в какой-то степени Частично была обнажена В результате вот, так скажем, проседания самого профильного перекрывателя Вот коллеги Мы с вами разобрали по факту глубины спуска Глубина установки всех обсадных колонн Которые могут встречаться в конструкции скважины Нам осталось научиться различать понятие конструкции скважины Возможно, вы встречались с таким термином Как одноколонная конструкция, двухколонная, трехколонная и так далее И вот сейчас пришло время разобраться А как правильно посчитать количество колонн в вашей конструкции скважины И теперь мы поговорим о том, а как правильно посчитать Как правильно назвать вашу конструкцию скважины Смотрите, есть такое понятие, как одноколонная, двухколонная, трехколонная конструкция скважины И многих это сбивает с толку Потому что люди начинают просто считать количество обсадных колонн спущенной скважины Но здесь есть свои особенности у боровиков И обычно в конструкции скважины не считается термокейс, направление, кондуктор и профильная перекрыватель То есть идея в чем? То, что, как я понимаю, термокейс, направление, кондуктор Это обязательные колонны, которые обычно традиционно входят в конструкцию любой скважины Поэтому их по факту и не считают А профильный перекрыватель, ну это всего лишь пластырь То есть это такая полуколонна, которая перекрывает какую-то определенную зону осложнений Обычно в конструкции скважины всегда учитываются техническая колонна, эксплуатационная колонна и хвостовики Вот у нас несколько примеров здесь сейчас на доске То есть направление, кондуктор, техническая колонна, эксплуатационная колонна Мы сразу выкидываем из расчета направление и кондуктор Остается техническая колонна, эксплуатационная колонна Это двухколонная конструкция скважины Направление кондуктора, эксплуатационная колонна и где-то там у нас стоит профильный перекрыватель То есть, опять же, выкидываем направление кондуктора и профильный перепеватель. Это одноколонная конструкция скважины. Следующий вид направления кондуктора, эксплуатационная колонна и хвостовик где-то там внизу подвешен. Это двухколонная конструкция скважины, потому что направление кондуктора мы не считаем. Ну и, как пример, трехколонная конструкция скважины. Здесь у нас направления кондуктора автоматом не считаются. мы считаем, учитывая техническую колонну и функциональную колонну их поставить. То есть здесь вот именно расчет предельно прост. Поэтому для того, чтобы дать название своей конструкции скважины, вам достаточно схематично нарисовать эту конструкцию. И причем вот такое графическое изображение вполне себе дает полное представление о том, а как вы будете сооружать скважину. То есть на ней можно обозначить и диаметры обсадных колонн, диаметры довод и глубины спуска. И у вас это будет предельная графическая иллюстрация, объясняющая то, что вы до этого момента напроектировали. Итак, коллеги, мы с вами в рамках сегодняшнего длительного урока произвели анализ того, как запроектировать глубины спуска тех или иных обсадных колонн. Мы обсудили, как это обстоит в случае просто выбора по геологическим условиям, как необходимо рассчитывать глубину спуска кондуктора в зависимости от горно-геологических условий и с точки зрения недопущения гидроразрыва под башмаком кондуктора при ликвидации газа, нефти, водопроявлений. И даже выбрали более-менее подходящую для этого расчета формулу. По крайней мере, ее обосновали. Обсудили, как проектируется глубина спуска технических колонн эксплуатационных и колонных хвостовиков. Я надеюсь, что это видео было для вас интересно и полезно. Вы можете его просматривать сходу разом, вы можете его последовательно отсматривать при проектировании своей конструкции скважин. И я надеюсь, что для вас это будет действительно полезно. Подписывайтесь на канал Боровой Ликбез. Больше интересных и полезных видео для вас. Больше интересных видео для вас.